Небо Не плачь Не ждут Свои швы И не забыли шаг Не плачь Не плачь Не плачь Не гриб Твои слезы Не слезы и плави Не плачь Не плачь Не плачь Не плачь Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в ютубе. В этом видео я хочу разобрать для вас песню «Только не плачь». Это тоже, можно сказать, такая песня. Кавказская или какая. Но, тем не менее, когда она поется, есть там такие нотки, которые используются, когда идет вибрация нотой. Перед этим хочу сказать, что на моей гитаре стоят струны «Джон Хобб». Это немецкие струны высокого качества. Концертные струны, предназначенные для профессиональных музыкантов. Итак, песня «Только не плачь». Ну, вступление там можно сыграть, конечно, любое. Вот, я предлагаю... Играется она в тональности «Ля минор». Просто я каподастер поставил на первый лаз, чтобы мне полегче петь. Тут довольно-таки яркое манерное пение, я бы так сказал. Ну, то есть, с таким явным, значит, восточным оттенком. Я так петь, конечно, не могу. Но я изобразил, чтобы вы могли за аккордами наблюдать, как это все происходит. То есть, там присутствует, как я уже начал говорить, такое явление, как опевание ноты. То есть, мы берем ноту и вокруг нее... Вокруг нее кружимся, грубо говоря. Только не плачь. Вот такие вот вещи там идут. Вот. Это очень красиво слушается. Это делают, значит, ну, когда поют кавказские песни, также испанские. Вот такие вот... Ну, южане так поют. Они так умеют. У них это получается хорошо. Вот. Это мелизма еще называют. Украшение, опевание. Ну, вибрато там, вот это когда виляют звуком. Вот. Ну, я не на этом хочу заострить, конечно, внимание свое. Мое дело показывать вам аккорды и как это играть на гитаре. Итак, давайте начнем. Вступление, как я уже сказал, у нас идет на аккорде АЕМ. Второе на первом, четвертое, третье на втором. Вот, конечно, самый интересный здесь бой. Потому что аккорды здесь... Ну, они не сложные. Они легко запоминаются. Их всего здесь, по-моему, даже четыре. Значит, здесь небольшой прогрыш есть. Я потом покажу. Итак. Значит, начнем с боя. Вот, сыграли АЕМ. Потом мы переходим на аккорд С. Второе на первом, четвертое на втором, пятой на третьем. Вот. Опять же, есть несколько вариантов. Вот, я выбираю, в основном, самый яркий. Здесь присутствует ритм. Там-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Вот такой довольно-таки длинный рисунок. Вот, знаете, что... Ну, ваша задача запомнить штрихи, причем в начале. Дальше они пойдут просто вниз-вверх, просто чередуются. Значит, я вам советую начать с этой группы пальцев. Указательный средний безымянный, мы их как бы слепили, они у нас вместе. Хотя можно использовать один указательный. Причем он не работает и вниз, и вверх. Ну, если вам хочется звук поплотнее, вы можете тремя пальцами пользоваться. Либо одним, либо двумя, как хотите. То есть это часть кисти, которая может работать синхронно, это делать удобно, легко, естественно. Итак, начинаем, значит, вниз. Дальше у нас идет следом вниз большой. Пальц. Вниз, вниз, вверх. Черезок. Вниз, вниз, вверх. Вверх мы также играем большим пальцем. Вниз, вниз, вверх. Глушем. Вот. Вот это уже получилось 4 удара, 4 штриха. Вниз, вниз, вверх. Вниз, вверх. Вот. Вот здесь надо как-то посчитать, сколько ударов. Ну, конечно, я сейчас вам немножечко поиграю, чтобы вы сразу на слух это все запоминали. Это считается целый рисунок. Вниз, вниз, вверх. Глушем, вверх, вниз, вверх. Вверх. Глушем, вверх. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Я не знаю, я могу только посчитать, сколько здесь ударов. В основном это на слух. Так, еще разок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двадцать, двадцать, четыре, четыре, четыре. То ли 15 получилось. Ну, в общем, это очень сложно считать. Самое главное вам запомнить акценты. Вниз, вниз, вверх. Можно так играть, вниз, вниз, вверх, глушим вверх, вниз, вверх, 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 глушим вверх, вниз, вверх. Можно вот такой, то есть можно некоторые штрихи выкинуть в слабые доли, чтобы особо рукой долго не махать. получается сейчас посчитаем чертог Вверх, 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 вверх в конце после глушения играем вверх-вниз-вверх еще разок поиграем вы можете сначала сыграть вниз-вниз указательным либо вот тремя но я думаю запомнили дальше у нас вот аккорды мы начинаем петь на c дальше идет аккорд же бары на третьем ладу третья струна на четвертом 5 4 на 5 идем дальше аккорд dm просто здесь дм играется не в обычной нам позиции в обычной аппликатуре 1 на первом 3 на втором 2 на 3 а здесь просто для эффекта потому что добавляется вот эта нотка 1 на пятом нотка ля ну просто для яркости добавляется то что мы играем дм ре минор играем на пятом ладу получается баррэ зажимаем вторая на шестом и четвертый с вот такой у нас будет дэй в данной песне серый дождик с неба капает грустно получается мы сыграли серый дождик с неба капает и возвращаемся на аккорд аем грустно вот здесь у нас такая небольшая фишка проигрыш когда мы играем мы поднимаем указательные во имя и ставим назад получается вверх еще разок медленно покажу вверх поднимаем вверх выгнали, подняли, потом следующий вверх вы поставили Подняли, 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 поставили, подняли, поставили. Дальше у нас идет то же самое. Не пришел он на свидание, обманулся ожиданием, Ты промокла на душе твоей пусто, только не плачь. Значит, и начинается припев. Аккорд С. Только не плачь, никогда ждем же. Смоешь обиды, да пыльешь, а не умаем. Только не плачь, С, только не плачь, очень хорошо же. Только не плачь, ДМ, Ж. Вот, то есть за вторым разом, когда мы играем С, Ж, ДМ, мы идем не на М, а после ДМ, а за вторым разом на Ж идем. Вот, то есть у нас куплет, он там вот строится из двух половинок. Значит, что у нас здесь? Здесь, когда мы уже играем припев, то мы играем на аккорде не по одному рисунку, как в куплете. В куплете мы играем. На С сыграли полностью весь рисунок, потом перешли на Ж. Полностью весь рисунок, вот этот, все там сколько, 13, 15, сколько там, получается, очень много, в общем, штрихов. А здесь мы делим вот этот один бой, то есть один ритмический рисунок, на два аккорда, получается. Значит, мы на С сыграли только не плачь, вниз, вверх, вышел вверх, вниз. Вверх, вышел вверх, вниз. И переходим на Ж, вверх, 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 вниз. Идем далее, ДМ, вниз, вниз, вверх, вышел вверх, вниз. И идем на АМ. Вверх, вверх, вышел вверх, вниз. И второй раз. Вниз, вниз, вверх, вышел вверх, вниз. Вверх, 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 вниз. ДМ, вниз, вниз, вверх, вышел вверх, вниз. И на Ж. Вверх, вверх, вверх. вот таким вот образом мы играем припев сначала возвращаемся на м в первой строчке во второй на же потом опять на м опять на же я думаю у вас не будет сложности с этой песней по крайней мере аккорды здесь не очень сложная конечно можно даже их наборы сыграть и вот это даем сыграть на пятом ладу но обычно когда такие песни поют очень четкий такой яркий ритм вот просто для разнообразия чтобы туда добавить высокие нотки которые находятся на первой струне входящий в аккорд приходится значит брать баре верхней позиции и уже поярче аккорд получается посочнее вот погромче даже когда добавляются туда высокие нотки